Подача, удар и гол! 1-0! Это не Фалькао, это Миранда забивает гол. Ну вот стандарт, приходит Атлетика на помощь. Ну правда трудовой стандарт, который заработал Кристиан Родригес. Прекрасная подача и замечательный удар головой. Доволен, я думаю, Симеоне. Команда забила, скажем так, без каких чудовищных затрат. Жуал Миранда. Удачная находка в центре обороны Атлетика. Ну вот смотрите, как не держали его. Великолепно ушел он от соперника. И четким кивком в дальний угол у Андреса Фернандеса перспектив отбить этот удар не было никаких. Ну посмотрите. Фалькао и тут, правда, умудрился выпрыгнуть. Такое впечатление готов был еще и подкорректировать этот удар. Но этого не требовалось. И так замечательно все получилось у Миранды. Ну вот на 31-й минуте Атлетика выходит вперед. 1-0. Первый гол бразильского защитника. Ну там за исключением Фалькао больше бомбардиров нет. У Фалькао 9 мячей. По 2 забили Рауль Гарсия и Орда Туран. По одному Тиагу, Гадин, Коке, Диего Кошта и Марио Суарес. Вот теперь еще и Миранда прибавился. Всего голов. Атлетика забил. Ну может быть не сверх много. 19. Ну достаточно. Больше забил только Барселона. Правда, аж на 9 больше. Сейчас у Атлетика 20-й. Если о Сосу ничем отыгрываться, сказать сложно. Атлетик сам может себе забиться. Вот это да. По-прежнему эту мозоль не соскоблили с ног футболисты Симеона. Хотя уже очень серьезный шаг, конечно, сделан вперед в этом смысле. Ну я говорил, что да, действительно, Лига Европы, выигранная в прошлом году, уже в групповом-то турнире точно не является приоритетным турниром для Атлетика. Там и на классе команда легко выйдет. А если бы и не вышло, то тоже, в общем, плакать, я думаю, долго бы не стало. Главная задача Атлетика, помимо турнирной, это понять, что делать с Фалькао. Потому что интерес к нему гигантский, деньги готовы платить тоже соответствующие. И, возможно, продажа за очень большие деньги, это нормальный вариант для Атлетика. Вот сейчас теперь уже появилась информация, что интересуются мадридцы нападающим Дортмундской Баруси Робертом Ливандовским.